Добрый день! Потому что это наше настоящее и будущее. Мы так и тему озаглавили. Конституция России, настоящее и будущее. Россия формирует сегодня новую идеологию. И поэтому впервые за много лет граждане получили возможность непосредственно участвовать и формировать основной закон. Обычно это были представители граждан, а теперь сами. Общество само может любой внести поправку. И если она пройдет фильтр и будет признана и принята всеми, то непременно войдет в Конституцию, в основной закон, по которому мы все будем жить дальше. Понятно, что с энтузиазмом огромным общество к этому делу подключилось. Включилось в этот процесс. Процесс очень интересный. И стихийное народное правотворчество возникло. И это и есть стимул к живой общественной жизни. Сегодня мы приветствуем представителей общественных организаций, за которыми стоят огромное количество их сторонников. Еще это не просто люди. Они представляют разные спектры разных людей из нашего общества. Мы все знаем из Конституции, что источником власти является народ. Так вот сейчас можно это все и продемонстрировать. Можно внести свою поправку. Я вам просто напомню, как принималась Конституция 1993 года. Это было после расстрела парламента. И по протоколам, по исполнительным листам многими регионами Конституция, в общем-то, не была принята. И тем не менее, теперь этих протоколов не найти. Хотя подлежали они вечному хранению. Как вы помните, был пожар. И все они сгорели. После этого председатель Центра избиркома получил назначение послом к далекому страну. Но это все было. Теперь новые поправки и новая Конституция должны легитимизировать прежнюю и стать действительно Конституцией, которую принимает весь народ. Сейчас у вас есть у всех программа наша. Я с удовольствием представлю вам наших гостей. Вы можете, вот здесь вот есть пароль от Wi-Fi. Если кто хочет зайти на сайт АИФ, там все это есть, изложено. Какие у нас гости сегодня. Соорганизатор форума Дирижова Ирина Эдуардовна, российский общественный деятель, директор АНО Академии лидерства и самореализации, руководитель патриотической образовательной программы «Мы победители, наследники победителей», член Совета женщин-офицеров Общероссийской общественной организации «Офицеры России». Кагин Яков Дмитриевич, военно-политический эксперт, специалист в области безопасности, начальник управления безопасностью Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе. Ян Дмитриевич, приветствую вас. Сразу скажу, что у нас сегодня и география большая. У нас присутствуют представители общества из Севастополя, из Приморского края, из Краснодара. То есть представлена вот такая вот география, кроме того, что разные организации. Известны всем людям доброй воли Михаил Геннадьевич Деляйбин, доктор экономических наук, эксперт, лучший, пожалуй, из лучших. Жгутова Елена Юрьевна, член Общественной палаты Российской Федерации. Елена Юрьевна. Земцов Николай Георгиевич, член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Мы, да, мы в ожидании должны подъехать. Кипшидзе Вактан Владимирович, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ, Русская Православная Церковь РБЦ представляет. У нас Любченко Людмила Владимировна, член Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Опора России». Предприниматель. Рада вас приветствовать. Специально из Приморья, из Приморского края прилетела Людмила Владимировна к нам. Алексей Анатольевич Мартынов, политолог, директор неправительственной организации «Международный институт новейших государств». Эксперт. Мудрецова Светлана Александровна, депутат Совета Ленинского муниципального округа города Севастополь, старший преподаватель Севастопольского государственного университета, региональный координатор проекта партии «Единая Россия. Детский спорт». Бухиддинов Дамир Ваисович, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, имам Мухтасип Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ответственный секретарь Международного мусульманского форума, представляет у нас «Мусульман России». Политарь Владимир Владимирович, сенатор, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации по корреституционному законодательству и государственному строительству. Рубцова Светлана Ивановна, член общественной палаты Севастополя, начальник отдела международных региональных проектов филиала МГУ в городе Севастополь. Тут Рим Николай Николаевич, председатель региональной общественной организации Совет ветеранов боевых действий, генерал-майор. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. И вы, уважаемые наши гости, тоже представляете каждую из вас общественную организацию, мы всех рады приветствовать. Сразу же скажу, что аргументы и факты газеты народные, поэтому каждый подъемом руки сможет войти в дискуссию. Пожалуйста, следуйте этому правилу и каждый получит слово, как и обещал президент. Каждое слово будет услышано. Приветствую всех. Добрый день. Здравствуйте. Благодарю вас за то, что прибыли на наш форум для того, чтобы поучаствовать, для того, чтобы исполнить свою добрую волю. И поручение Владимира Владимировича Путина всем нам высказать наши пожелания и высказать нашу волю. Я чувствую сегодня очень большой душевный подъем и благодарность, потому что прикоснуться к такому событию, к которому нас попросили буквально прикоснуться, это вообще большая честь. И это, в общем-то, исполнение на самом деле воли народа. Это исполнение имеющейся Конституции, потому что исполнение уже принятых законов исключительно важно. На самом деле это вообще, так сказать, пункт один. Если исполнить все, что уже написано, мы все, и Россия в нашем лице, достигнем прогресса. А сейчас дается возможность еще это и улучшить в соответствии со временем и с его требованиями. Что мне хотелось бы сказать, что каждая Конституция всегда отражала некий временной формат, некие исторические события, которые происходили в Советском Союзе и затем в России. Вот, например, Конституция 1-я 1924 года. Она была принята в сложнейшее для России время, и она устанавливала диктатуру пролетариата. Времена были на самом деле драматические, но вот такой был исторический период. Гражданская революция, последовавшая за ней гражданская война, голод, холод, драмы буквально в каждой семье требовали, ну, в общем, особых законов, которые установила Конституция. Плохо ли, хорошо ли, плохи ли или хороши они, легко говорить, когда много времени прошло с тех пор. На все исторические события всегда есть некая воля, воля жизни, да, и воля народа все-таки, который, так сказать, в то время именно участвовал во всех исторических событиях в каждом дне. И я предлагаю с самого начала нашего форума к каждому историческому периоду относиться очень уважительно, потому что вообще сейчас Российская Федерация и ранее Советский Союз, а еще до Советского Союза Российская Империя, на наш взгляд, это, ну, одна из самых великих, я бы даже сказала, самая великая держава во всем мире. У нас на самом деле особая историческая роль, это лина просто по нашей истории, она очень особая, эта роль устанавливает смыслы. Я потом вот через несколько минут еще об этом скажу, о том, что мы должны просто лидировать в смыслах, но сейчас я продолжу вот по Конституциям, да, так сказать, по порядку. Следующая Конституция, 1936 год, это была Конституция победившего социализма, в то время ее так называли Сталинская Конституция. Изменился исторический период, изменились, соответственно, экономические, политические и экономические, так сказать, моменты, которые нужно было фиксировать в Конституции. И она носила уже совсем другой характер, была актуальна для другого времени. Следующая Конституция, 1977 года, Конституция разбитого социализма. Конституция 1993 года, о ней было уже сказано, да, это Конституция, которая была создана в период очень близкий тоже к гражданской войне, можно и так сказать. И она была создана, конечно, очень быстро. И как, ну, по мнению многих экспертов, кто занимается конституционным правом людей, да, во многом она повторяет Конституцию США и других стран. Ну, наверное, потому что, в общем, того тоже требовало время, так можно сказать, сейчас так можно предположить, да. Но являются ли тогда некоторые позиции до конца приемлемыми для вот уже нынешних времен? Видимо, нет. Поэтому и возникла необходимость некоторых смыслов менять. Что нового, на наш взгляд, может быть вот в новой Конституции, которая, так сказать, будет основана на имеющийся плюс поправки, которые, так сказать, уже внесены и которые, так сказать, дана возможность выносить народу? Что нового? На мой взгляд, следующее. Мы впервые имеем возможность не следовать за какими-то срочными и драматическими историческими событиями или не фиксировать, что вот, так сказать, наступило время достаточно развитого социализма. Мы впервые имеем возможность в достаточно спокойной обстановке создавать смыслы и эти смыслы уже форматировать в конституционные законы. То есть в апреле мы уже все получим. Дальше, насколько я понимаю, мы получим источный выбор. Потому что логичность нового Конституции, в котором мы имеем нового государства. Что касается поправок, я их всех поддерживаю. Мне очень нравится единая система публичной власти. Ну, в переводе на русский язык, это значит, что местное самоуправление должно подчиняться региональным властям, а не быть чем-то самостоятельным, как говорится сейчас. Ну, чтобы президенты за ремонтом крэша не обращались, то, конечно, хорошо, потому что вы это решали. Вы знаете, это вот второй вопрос о том, какое вообще отношение имеет Конституция Российской Федерации к жизни Российской Федерации. Я думаю, что, во-первых, у нас по Конституции есть такое право на дорогу среди общего – право на жизнь. Ну, по католическому смысле право на жизнь означает гарантию правительственного минимума каждого гражданила данной страны. Правительственного минимума, который можно прожить. Что мы видим в качестве поправок к католическому Конституции, который поддерживает? Что это распространится только, помимо всех, которые тоже распространяются, это коснется только легальных занятых, полный рабочий день. А всех остальных, коррориентированный право на жизнь распространять не предусматривается. Хотя Конституция портфально гарантирует для технических. Это хорошие пропаганды, поддерживать надо, надо, потому что хорошие слова – это лучше, чем плохие слова, и лучше, чем никаких слов. Ну, конечно, вы можете с вами внести такую поправку, чтобы она гарантировала жизнь каждому. Послушайте, если документ не исполняется, он полностью игнорируется государством, такая разница, что в том написано. Если документ игнорирует даже фундаментальный право человека, право на жизнь, о чем он идет? Это прежний документ, наоборот. Нет, мы, простите, юридическое точнее, это не новое консервисность. Это по правде старое. Я помню, что старое консервисность в 1935 году принято обоплако-рпространение демократии, а нынешнего перемена, насколько он был в суде, обоплако-рпространение всего на верху. Я еще вполне смысл. Но что в ней реальность? Реальность не это характеризуется. Я тоже поддерживаю эти изменения, потому что у нас будет государственный совет. У нас вводится, отширяются полномочия государственной новой и Совета Федерации при воздачении правительства. То есть, грубо говоря, мы строим на царинской конституции 1993 года, который будет установлен на ручное управление всем и всем, от которого мы так пострадаем, а речь переходит к управлению при помощи стратегического контроля. Это хорошо, это хорошо. Это большая гибкость. И даже если я смотрю с точки зрения новых феодалов, большая демократичность, потому что в связи новых феодалов действительно власть будет распределяться более равномерно. Это больше устойчивость к предстоящим глобальным кризисам. То есть это позитивно. А что задержать, я вот это знаю. А какие у нас будут конституционные функции в Совете? А это, правда, нас нигде не спрашивают. Если вы внесете поправочку, то это поправочка никуда не попадет. И мне очень характерно, например, обсуждение поправки о русском народе. Когда Андрей Затурин, где поправку прямо вообще ничего не знает, мы получили вой буквально представителей хранящей тусомщики. Если этот вой перевести на русский язык, то получится перефразированный известный фраз «Столыпин». Потому что русский народ должен быть зналозом, на котором должны произрастать другие народы. Понимаете? И так, если эту фразу несут, и обвобили о фашизме и все остальное, то, простите, оно все равно работает не будет, потому что здесь будет 282 статья Уголовного кодекса. которым занимается русским. По факту не будет. У нас есть практика в каждом, почти в каждом белье. У нас в другую часть отношения. И так, и так. Я поддерживаю, я поддерживаю. У нас есть замечательная 14-я статья, уже весь телеграмм пишет, что она должна звучать так, «Слава Богу, Российской Федерации, Светского Государства». По-моему, здесь черпающая фрагировка, которую устроят всех без исключения. То есть мы сейчас имеем реформу власти, которая заворачивается в красивые социальные разговоры. Реформа власти разумна. Реформа власти повышает устойчивость этой самой власти в предыдущей новой кризис. Но, как и любой закон, это отражение соотношений сил. Когда соотношение сил меняется резко, а у нас, в предыдущем, в кризис, в котором соотношения сил будут меняться резко, соответственно, будут меняться резко. Поэтому настоящую конституцию будут писать лет через 10, может быть, значительная часть собравшихся здесь, в реальности которой сейчас, в общем-то, рано не догадывается. Спасибо большое. Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги. Решайте, в первую очередь, поприветствовать с лица нашего комитета, с профессионалом законодательстве государственного строительства. Действительно, тема самая живая. В последнее время, и спасибо, что здесь собрались профессиональные, самополно неравнодушные люди, которые не могут обсуждать данную проблему. А разделю на свое короткое выступление, на две части ваше позволение. Одно, как и для сегодняшней ситуации, одно, свою личную позицию, не как, скажем, сенатора, если можно разделить, а как гражданин и эффектуристы под нашими сказаниями, при Англии, многие вещам, что мы здесь будем обсуждать. Но, в первую очередь, могу вас проинформировать, что на сегодняшний день мы в сети Федерации очень хорошо отслеживаем и работаем над этим вопросом, о том, что обсуждение поправок идет в России очень интенсивно, очень активно, и практически не осталось в нем замеченных людей. На сегодняшний день, я могу сказать, что с унынием формат, что на сегодняшний день свыше 50% субъектов уже обсудили, внесли все поправки, которые в рекламные столы, общественно слушали, у нас все это имеется. На сегодняшний день, вчера Совет Государственной Думы продлил внесение изменить поправок до 2 марта, это решение, может, уже озвучено на это имение, потому что на сегодняшний день свыше порядка 600 поправок, которые уже обсуждаются, включены, могу сказать, что на самом деле по своему функционалу мы содержали свои характеристики, антигенетичные ресурсы, как это правильно оформить, завернуть, чтобы с точки зрения юридической техники принятия законов и юридические подходы, все это было выберено, четко и было понятно для всех, поэтому работа продлина и работа идет. У нас очень часто путают еще два понятия, о том, что создана у нас рабочая комиссия, которая создана в Близи, это здесь федерация, это право суверенно, абсолютно это никто не обсуждает, он работает, в то же время никто не отнял у всех субъектов законодательной инициативы право права действующего закона, здесь нет никаких изъятий, не по 108-го задение, а после 36-й, быть объектом законодательной инициативы. Очень много сенаторов и депутатов Государственной Думы после обсуждения на местах, после получения позиций от губернаторов, от депутатов и региональных собраний и от местного самоправления уже вносят свои поправки и уже вносят свои мнения, поэтому я бы не стал говорить о том, что мы куда-то торопимся, куда-то свершим, открытим поправки и в научном сообществе, и профессиональным и юридическом обсуждаем очень давно, просто наступил сегодняшний момент, как она должна это оформить, должна обсудить, и все-таки с 93-го года прошло достаточно большое слово, нужно говорить, что уже с прошлого века все это обсуждается, поэтому здесь все закономерно, все спокойно, и поэтому здесь никаких изъятий нет. Поэтому по содержанию их много обсуждается, очень много говорится, никто не ставит под сомнение о том, что социальные изменения, социальные поправки должны быть приняты, и они верны, потому что мы так-то четко будем иметь, президент более того, сейчас корректирует, редактирует свою позицию о том, что та же индексация должна проводиться не реже одного раза в год, и теперь, когда при принятии бюджета, при принятии каких-то действий правительства, мы должны руководствоваться этим и действительно замерять и прожить еще минимум, который должен быть, и должны повышать и стремиться для того, чтобы и минимум, как минимум, так, прожить еще минимум, были равны, и все время его инвестируют и поднимать. Здесь никто не обсуждает. О том, что назрели поправки по госсовету, по корректировке полномочий депутатов Государственного дома, Государственного дома, Совета Федерации, они также назрели, они обсуждаются. Государствует у нас существует по факту, он определяет множество важных, жизненно важных вопросов для жизнедеятельности страны, а сегодняшний день, вы знаете, что меняются несколько форматов с Советом, это видно в публичных сетях, как это проходит. Поэтому все это оформление, они назрели, и вы должны проводить дело. Есть вопрос, больше, конечно, по нашему мнению, сейчас складывается в том, в какой момент принятия Конституции, в какой момент им нужно купить силы. Мы видим, что президент четко, последовательно и постоянно говорит, что действие Конституции поступает силу после проведения общероссийского голосования. Поэтому на сегодняшний день хочу проинформировать, что у нас, Комитетом по регламентам организации права нести цепи, и нашим Комитетом будет принять специальное установление по правилу принятия этих поправок, потому что, действительно, мы впервые столкнулись, что они поступают силу после общероссийского голосования, по правилу принятого заседания, это постановление мы уже приняли. И вопрос сейчас был статьей второй, момента принятия, он обсуждается, потому что в ближайшее время он уже есть, поэтому в ближайшее время он будет куплен, но если четко понимать, то порядок вступления, именно порядок голосования, значит, президент четко поручил, как избирательные комиссии проводить. И поэтому здесь сомнения возникают, еще раз хочу вам сказать, что здесь у нас никаких изъятий, никаких священников нет, у нас есть субъекты законодательной инициативы работают, но и с вами по правилам, а работает параллельно рабочая комиссия президента, безусловно, все это, так как инициаторы у президента Российской Федерации, государственного права управления президента, смотрят, корректируют, обсуждаются, и потом вносятся на всеобщее обсуждение. Поэтому сейчас, когда у нас пройдет в государственном уме второе чтение, безусловно, мы будем уже поправки, которые мы будем отрабатывать до конца, одобрять из этой федерации, выносить потом на голосование, а вот и и бед. Что касается моего личного убеждения о том, что здесь садочи, уважаемые коллеги, по преамбуле, на мой взгляд, в свое время, в 1993 году, ну, здесь, безусловно, такой, не до конца сконструированный подход, я думаю, что преамбула, так же, как и главы 2-я и 9-я, должны к статье 135-е относиться. Мы это не обсуждаем, сейчас, безусловно, это не относится к темпу, но ее не надо трогать. Народ в 1993 году четко обозначил свою позицию по конституции, и я думаю, что на этом надо поставить точку, и преамбула, на мой личный взгляд, как человек, гражданин ее трогает, не надо. Она вполне достаточно, предстоятельна, безусловно, имеет, опять, как со своей жизненной позиции, могу определить, что мы на Национальной Родной Союзной Федерации, для меня было бы правильно, поставить рано название россиянина, но это, еще раз могу сказать, что на сегодняшний день это не обсуждается, и я считаю, что это, наверное, будет не в правильной позиции, в одном даже ошибке, что преамбула, на мой взгляд, на сегодняшний день трогать нельзя. Так же, как в статье, в статье 9-й, где там все красиво, все обозначено, еще раз могу сказать, что в 93-м году нельзя, то, что прошло 27 лет назад, что именно в части преамбула не имеет отношения к основным главным статьям и ее трогать, на мой взгляд, не корректно, поэтому мы обсуждаем те поправки, которые обнес президент, на сегодняшний день, безусловно, они трансформируются, они расширяются, не корректируются, но остальное я готов в правильной институте обсуждать и ответить на вопросы. Хотел бы пояснить, что, на мой взгляд, все поправки, которые сейчас предложены в ситуации, они достаточно своевременные и полезные. Я для себя разделю на практические, идеологические. Практические поправки для меня, как я считаю, это поправки, которые являются страховкой от банкера-человека в управлении власти и формируют систему сдержек-держек противовесок. Защита от врага. Защита от врага, именно так. Защита от врага, либо личного руководителя. Вот это очень важно. Формируется система сдержек-держек противовесок. Это очень важно, на самом деле. Те, кто застал Советский Союз, наверное, помнят, когда не решалась какая-то проблема, можно было пойти в партнер, решить какую-то проблему. Это примерно можно сравнить с цифровой системой. Она с полковой? Да. Да, она работала. Она работает. Сейчас еще понятно. Да, то есть это вполне работало. Но если так крупно, то идеологические поправки, на мой взгляд, это можно назвать как ориентиры для тех, кто живет в условном Лондоне. Вот. И почему-то, думаю, поеду-ка я домой на отдаводину и по руку немножко. Вот. Примерно так. Что касается национальной идеи, я согласен с Натальей Адисимовной о том, что нам действительно нужна национальная идея. Вот. извините, я полегусь, но, да, прежде всего, мы из Севастополя. Ну, Севастополь – это город русской весны и, ну, скажем так, русская весна, ну, для меня, как я считаю, началась в 2008 году. Вот. Когда впервые после падения нашей страны, даже не в Акаре, а просто на Твич, мы впервые показали зубы в реальном военном объекте. Мы приняли такое решение. А Крым, Сирия и сейчас эта новая конституция – это следующие шаги для русской весны. И можно сказать, что, ну, на мой взгляд, наша нация сейчас, как бы, из понятия перегруппировки подразделения после больших потерь. примерно так и у нас действительно были крупные потери за эти 30 лет, и мы сейчас просто перегруппируемся, чтобы стать сильнее. Сейчас только начинается и все. Вот. Поэтому вопрос национальной идеи, ну, на мой взгляд, очень важен. Да. Ну, соответственно, ну, это повлечет за собой возможность введения цензуры в СМИ. Как раз это к вопросу о Ютубе, который является основным поставщиком смысла. Вот. Ну, я считаю, что вопрос введения цензуры и, соответственно, с идеологией и продвижения национальной идеи это очень важен. Потому что, ну, скажем так, в свое время наши враги побоялись все это было столкновение с нами, военные. И мы пошли по другому пути. Они предприняли попытку воспитать наших детей. А сейчас мы видим этих детей на литингов, на маршах, на политических. Что может знать о политике, о мироустройстве ребенок в 16-17 лет? Да ничего. Соответственно, он либо получил за это какие-то вкусняшки, либо денег получил за это, либо просто он нормальный. Это, опять же, национальный идея. Поэтому воспитание граждан, опять же, будет национальный идея, я считаю, очень важна. Ну, наверное, и все. Спасибо. В этом зале вообще по всей стране вот по поводу дискуссии о поправках, что мы дискутируем некие инициативы президента о поправках в действующую конституцию. Никто конституцию не переписывает. Это очень важно просто понимать. К сожалению, во многих головах все смешалось в одну кучу. Вот давайте мы сейчас соберемся и там это внесем, то внесем. Значит, это все напоминает известную картину из советского мультфильма. Помните, как так ваше письмо писали маме? И как мама там потом с ума сходила, как ее сынок пост отправляется, лапа ломит и всякое такое. Понимаете, здесь очень важно вот в этой демогатической дискуссии подсказать главное не выписывать. И кроме того, что президент предложил сфиксировать в конституции те самие гарантии, которые, собственно, они и так есть, но важно, чтобы никто не определял, я имею в виду, чиновник на разном уровне не определял степень их важности в социальных гарантиях, что они первую, вторую, там или вообще по остаточному принципу. Но мне представляется, что главным блоком в предложенных президентом поправках есть именно фиксирование в основном фундаменте нашего государства понятия суверенитета и незыблемости суверенитета нашей страны. Сюда и вот уже вновь возникшее в расширении этой идеи тезис о неотделимости и неотторжении невозможности отторжения территории, да, это и то, что касается, как много говорили в экспертном сообществе, а сейчас это переходит в практику национализации гражданства, имеется в виду вот эти вещи гражданства, в виду нажительства, невозможности баллотироваться в принципе на высший государство, если когда-либо у вас было какое-либо гражданство. Конечно, сейчас мы коллеги истинно здесь могут возразить, но мы же вот тоже граждане. вы знаете, это дело, что называется, следующего раза, это точно совершенно, да, то есть все-таки пять лет это не так много, да, чтобы таким образом эту претензию предъявлять, но мне кажется, это очень важно с точки зрения именно того, что никто в принципе не сможет сегодня думать таким образом, что да, есть вот в России вот так сложилось, случилось, что в России есть Путин, с которым невозможно ни о чем договориться, ну, в смысле предательства интересов страны, в смысле отторжения территории, в смысле компромиссов по сомненитету и так далее. Ну, он же старый, он же рано или поздно умрет, он же уйдет из президента. И вот когда он уйдет, тогда уж мы, как говорится, по полной программе и острова отожмем там на Туринский, и Крым вернем, ну, а что, вы же это все видели, какой-нибудь Ельцин-2 придет, или не Ельцин, а другому как-нибудь он будет звать. И мы с ним договоримся, потому что у него там и родственники у нас сидят, и детишки, мы, так сказать, за ним внимательно уже там начали походы и так далее. Мне кажется, вот эта вот вещь базовая, и в том числе мне представляется, что именно поэтому, ну, в том числе и поэтому, президент так настаивает на том, чтобы в итоге все эти инвестиционные поправки прошли через пребесцит, через народное голосование, то есть приобрели статус безусловной легитимности. Потому что ну что греха это? Мы же видим, как идет этот процесс обсуждения. Мы видим, как медийно торпедируются, так сказать, эти вещи. Мы видим, как многие вещи забалтываются, как они размазываются тонким слоем по бутерброду, так сказать, то есть как бы размениваются на кучу пятаков, да, то есть вот это неправильно все. Мы видим, какие медийные атаки не только кстати внешние. Внешне понятно, что они так забеспокоились, вот особенно понравились вчерашние, вчерашние сегодняшние японские СМИ, которые уже знаете, прям говорят, ну все, теперь понятно, теперь надо попрощаться со словами навсегда, посмотрите, что они делают, эти русские варвары. Мы-то думали, что это все дело в Путине, оказывается это вот так, как оно есть. У меня прямо цитаты есть из японского Фрисбука, из японских СМИ, а вы думали, их удастся взять деньги и технологии? Ну да, они говорят о том, что их можно вернуть только войну. Все, все равно Чем они слово война переносишь не стесняются, да, при том, что мы понимаем, что сегодня наш суверенитет защищен на многие десятилетия вперед успешно нашего военно-промышленного комплекса, нашей модернизированной в современной мире армии вооруженными силами и поэтому, конечно, об этом речь идти не может. Но, тем не менее, ситуация развивается, я здесь с Михаилом согласен, то, что мы на пороге серьезного мирового кризиса находимся, даже вопросов нет. И то, что идет, как вот коллега из Ростока сказал, идет своего рода перегруппировка сил, это тоже можно так выразиться военным языком. И здесь очень важно вот это абсолютная идентифильность того, о чем мы говорим. поэтому все выносится на всенародное голосование и именно только после всенародного голосования эти поправки вступят в силу. Я еще что-то хотел заметить. А, вот по поводу вы сказали, что мы отдали воспитательные детей вот это все. По поводу идеологии. Вы знаете, мы никому ничего не отдавали. Я лично никому ничего не отдавал. я воспитываю своих детей сам. Мои дети на эти шабаши не ходят. Значит, ну, негодяев деньги не берут. И я думаю, что это как раз к вопросу вот о преарболах и так далее. Знаете, когда мы начинаем, некоторые у нас любят, и некоторые наши политические, там, не политические, общественные дети, а таксово в том числе на этом на этом заработать какие-то все минутные такие политические очки, да, общественно-политические. Такое зависит в руку в руку. Но они не думают, что когда они говорят о том, что давайте запишем слово русский в преангулу, они, например, меня унижают как русского человека. Потому что мне лично, чтобы, так сказать, как носителю тысячелетней истории России, государственности России, и как носителю русского величия, мне совершенно не нужно для этого справка, понимаете? Это меня унижает. Это и так понятно, это и так однозначно не подвергается сомнению. Но в тот момент, но в тот момент, когда это будет на самом деле подвергаться сомнению, а не демагогически, то никакой страны уже не будет, понимаете? Вот это вот принцип, который заложен в основу. я понимаю, когда подобным образом, говорят, малая дорога, да, действительно, есть там всегда опасения, что мы можем распориться, мы можем потерять какое-то идентичность, мы можем потерять, мы не можем этого потерять. Еще раз, глупость. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...